Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет расклад на тему. Что меня ждет дальше? Ну такая слегка обобщенная немножко тема получается, но тем не менее. Здесь мы посмотрим перспективы финансовой части жизни, перспективы по здоровью. Может быть есть какие-то риски или этих рисков, если нет, то замечательно. По поводу личной жизни тоже моменты какие-то, то есть немножечко из всех сфер жизни мы посмотрим на ближайшие получается 1-2 месяца. Срок, какой вам больше актуален, такой и загадывайте. Хотите 1 месяц, хотите 2 месяца, даже если вы через 8 лет найдете этот расклад и будете его смотреть, значит он к вам пришел тогда, когда он был вам нужен. И соответственно вы точно так же сможете загадывать в любом другом году, хоть в 2128 году вы сможете, соответственно, если конечно будет существовать еще у нас YouTube, то что вас интересует, какой срок действительно вам интересен. Три позиции, первая, вторая, третья у нас сегодня. Вы можете просто выбрать рубашку карты. Или вы можете в данной ситуации, в данном случае выбрать номер, потому что бывают люди, которые говорят, что мне эти ваши рубашки карт вообще ни о чем не говорят, мне вообще все равно какая колода, мне важно, чтобы там номер какой-то был, вот я чувствую цифру. Поэтому хотите, можете цифрой загадывать. Или есть еще вариант в том порядке, в котором позиции буду открывать я, то есть позиции по порядку открытия мною. В данном случае тоже вы можете просматривать. Сразу скажу, что конечно, когда вы даете обратную связь, гораздо более приятно делать какие-то расклады, а когда видно, что активность низкая у зрителя, то в этом случае думаешь, называется, ну как-то народ прилег отдохнуть, пойду и я отдохну. И тогда просто нет особого стимула для того, чтобы что-то снимать. Поэтому не ленитесь, пишите, что вы загадывали, какие варианты, что у вас проигралось и так далее. В любом случае, мне приятна обратная связь и она мне интересна. Конечно, если она в адекватном таком вот разрезе идет. Ну и сегодня давайте из области, что меня ждет дальше, мы начнем с позиции номер, давайте с позиции номер 3 мы начнем сегодня. Сразу троечек посмотрим. Начинаем. Давайте первое, что посмотрим, сигнификатор периода. Ух ты, у вас сразу переворачивается карта. Смотрите, карта, которая говорит о больших финансах, карта, которая говорит о больших деньгах или о какой-то легкой прибыли. То есть даже если вы пенсионер, например, и смотрите этот расклад и можете сказать, а что у меня вот только пенсия там, например, да, или у меня там только зарплата, какая может быть там еще повышенная прибыль. То есть для вас этот период, здесь иными словами, можно сказать, может быть действительно финансово удачным и успешным. Либо потому, что вам будут делать подарки или потому, что возрастает ситуация с удачливостью. То есть здесь вот эта карта, она больше говорит не о том, что это заработанные деньги, то, что вы буквально, да, вот сделали все, что могли и получили какой-то результат. А здесь больше карта говорит о том, что вы можете получить что-то внезапное, что-то приятное, вплоть до выигрыша какого-то в лотерею. То есть вот такие моменты есть. Поскольку карта вывалилась вообще без спроса у нас в самом начале, мы ее и оставим. Но все-таки, несмотря на то, что мы уже видели по финансам определенные моменты, давайте уточним этот вопрос именно с точки зрения финансов. Знаете, могут быть юридические, допустим, если у вас есть какие-то судебные заседания и так далее, то может быть ситуация, когда вы наконец-таки добьетесь своего. И вот, например, у вас будет результат, который выразится юридически, но плюс еще в финансовом эквиваленте. Здесь, опять же, у вас ложатся три человека. Рядом, возможно, от этих людей зависит в том числе ваше материальное благосостояние. Прямо, вот знаете, первая карта сегодня мне напоминает тетю Элю Набиулину. Но это для тех, кто в курсе, о чем идет речь в Российской Федерации. Для всех остальных и в целом, да, вот здесь можно сказать, что есть рядышком женщина, знака воздуха или воды, впрочем, могут быть две дамы. Одна знака воздуха, другая знака воды. Отличие между ними в том, что одна такая, вот знаете, бой женщина, такая вот жесткая, снежная королева, очень, очень знающая, хорошо, что ей надо, интеллектуальная такая вот дама. Есть мужчина, мужчина знака земли или огненного знака овен, состоявшийся и состоятельный. Возможно, это какие-то семейные разбирательства. Может быть, это вот кто-то, кто связан с вами по работе. Но вот эти люди будут в финансах достаточно много для вас значить. Причем от короля может исходить некая жадность, то есть ему будет жалко потратить что-то. Может быть, это даже ваш муж, который скажет, слушай, что мы будем тратить, давай поэкономим и так далее. То есть здесь есть препятствия со стороны мужчины или не так потраченные деньги, как вы бы хотели. Но в целом ситуация финансовая выходит у нас здесь неплохая. По здоровью давайте опять же посмотрим. Могут быть назначены исследования, обследования, такие как УЗИ. Но МРТ не так часто, конечно, ложится на эти карты. Но тем не менее, может быть здесь МРТ, УЗИ. Что-то, что исследует внутренне ваш организм. При этом карта эта редко достаточно обозначает анализы. То есть сдачу крови и так далее. Это больше карта, которая говорит о неинвазивных каких-то исследованиях. И здесь женщинам нужно обратить внимание на женскую сферу. И здесь на женскую сферу больше не в плане верхней части организма, а органы малого таза и все, что с ними связано. Если вы не женщина, то тогда здесь тоже. Если вас что-то давно беспокоило, карты советуют вам пойти на УЗИ. Плюс ко всему, если будут предлагать контраст для исследований, контрастом можно пользоваться. Я не врач, я не доктор, но я просто трактую то, что говорят карты. Что с этим делать, решаете уже соответственно вы. Но также здесь могут быть у кого-то моменты работы над здоровьем. Кто-то пытается пить больше воды. Есть вот у нас Ирина, кстати, есть у нас, которая пытается себя уговорить пить больше воды. У нее не очень получается, вот пришло почему-то это имя, видимо, есть зрительница. Зрители часто пугаются, когда слышат свои имена и понимают, что говорится о них, поэтому не всегда дают обратную связь. Но было бы, конечно, приятнее, если бы люди по этому поводу отписывались. И мы бы видели, да, каков результат раскладов. Ну-ка, что у нас перевернулось еще по поводу здоровья. Но в целом, вы знаете, ситуация достаточно стабильная. И здесь карты говорят о том, что возможно, возможно, будет нормализовано давление, если с ним были не палатки. Вообще такой вот водно-солевой, водно-жидкостно и давление, да, вот все, что касается организма, здесь будет достаточно неплохая нормализация. Однако для тех, кто подвержен влиянию алкоголя и в чью жизнь, да, плотно вошел алкоголь, здесь вот как бы не старались, да, с собой справиться, к сожалению, этот не тот период, ближайшие один или два месяца, как вы загадали, как вам более актуально. Вот не тот период, когда вы с этим сможете справиться. В плане личной жизни, любви, взаимоотношений. Давайте посмотрим, что тут будет уму, сердцу и в поступках. Ну вот знаете, здесь, кстати, вы можете очень на многое надеяться, вы можете возлагать на партнера какие-то, если есть партнер, то есть вы на него можете возлагать какие-то надежды. И вроде бы, вроде бы сперва он будет давать вам повод для того, чтобы вы надеялись на него или на нее. Но затем эмоционально вы увидите, что отдачи по этому поводу нет. То есть здесь вот холодное сердце, но мечтательная голова. Вот такие перспективы новых знакомств каких-то не наблюдается. То есть если отношения уже есть, в них может быть охлаждение. Если отношений нет, вы свободны, то тогда в этом случае новых знакомств не предвидится, но вы уже находитесь в том периоде, когда вы можете себе начать, как я это говорю, намечтывать человека. Потому что иногда говорят, особенно у женщин, это развито, не у мужчин. Когда они говорят, я когда со своим Васей познакомилась или там Сережей, я точно знала, что вот он прямо вот такой будет. Я его и во сне видела. И вот здесь тот период, когда вы можете с задатки вот этих будущих отношений для себя начать создавать ментально. И в общем на период предостережение такое, от работы кони дохнут. Слишком не углубляйтесь, да, вот исследования какие-то нужны по здоровью будут. Возможно это рентген по поводу зубов, особенно у кого не прорезавшиеся восьмерки есть, да. Вот для них это будет актуально. А все остальное, карты говорят о том, что не надо просто вот слишком большое внимание этому уделять, там где не нужно, и ухаживаться по врачам вдоль и поперек. По поводу работы, ну вот от работы кони дохнут, поэтому не надо впрягаться первой в телегу и пытаться выиграть скачки. Что касается совета, здесь карты советуют завершить некие дела, которые вы начали. То есть может быть вы начали вышивку какую-то, да, никак не можете закончить. Карты рекомендуют вам уделить достаточно пристальное влияние, внимание уже начатым каким-то вещам, которые вы должны завершить. Ну должны или не должны, но карты рекомендуют завершить в любом случае. Вот такая у нас позиция 1 получилась. Я надеюсь, что единички у нас отзовутся, потому что я подумаю, скажем так, в очередной отпуск ненадолго уйти. Но в принципе, если будет обратная связь, я буду стараться изыскивать время для того, чтобы работать. Потому что сейчас с закадровой очень много работы, есть несколько заказов крупные, которые я стараюсь совмещать и успевать, в том числе и с общими раскладами. Данную позицию, данную рубашку карт кто загадал? Она у нас, кажется, вторая была по выкладке, вот здесь лежала. Давайте смотреть. Что вас ждет дальше? Давайте двоечки посмотрим. Что вас ждет дальше? Сигнификатор периода. Вы можете загадывать 1 месяц, вы можете 2 месяца. Загадывать, как вам более актуально. Потому что кто-то говорит, я хочу знать прям вот на большой какой-то период времени и так далее. Но чем меньше период, тем более актуально получается обычно делать расклад. Хотя можно и в масштабах жизни смотреть, конечно. У вас, знаете, сигнификатор вот того периода, когда все будет достаточно стабильно. То есть все остается по-старому. Мало каких-то новостей, мало каких-то ситуаций, когда развивается то событие, которое творится в вашей жизни. Ощущение, то есть в хорошем смысле это может быть стабильность. То есть нет новых людей, зато все родные рядом. Допустим, не нашел новую работу, зато и старую не потерял. То есть вот здесь такой период, я бы не сказала, что он крайне нейтральный. Но он неплохой и достаточно стабильный. Давайте посмотрим следующий вопрос. Следующий вопрос это финансовая часть в обозначенном периоде времени. А вот с деньгами может быть туговато, к сожалению. Хотелось бы сказать, знаете, что плюшки будут с неба сыпаться и будет у вас все хорошо финансово. Но опять же, кто предупрежден, тот вооружен. Но вообще, знаете, редко я говорю такие слова, но тут почему-то слово жопа пришло на ум. Потому что абсолютно закрыто почему-то у вас зона, которая отвечает за финансы. Причем смотрите, у вас финансовый поток хороший. И вы энергетически не закрыты вроде бы для денег. И есть силы для того, чтобы эти деньги получать. При этом еще и получать удовольствие. То есть вот бывает, допустим, люди там вышивают картины, продают. То есть человеку и нравится то, что он делает, и это приносит результат. В вашем же случае здесь картина, когда поток клиентов или поток новых людей, которые несут вам деньги, ограничен. То есть нет новых знакомств, которые бы обеспечивали вам благополучный, благоприятный такой путь финансовый. И плюс ко всему возникает карта конфликта. То есть вы можете войти в тот конфликт, в результате которого вы не получите те деньги, которые вы ожидали. Если вам должны вернуть деньги, то пока не вернут. И вплоть до скандала могут не вернуть. То есть могут сказать, слушай, ну что ты прям тебе жалко, вот подождала столько, можешь еще подождать. Вот можете натолкнуться на такое хамское отношение к себе со стороны должника. Могут быть проблемы с выплатой кредита или наоборот все деньги уйдут, если у вас есть кредит на выплату кредита. А сверх того, что вы планировали, может быть что-то отложить, уже не останется. Однако есть и хорошая новость. Возможно в этот период вы примете как раз таки то решение, и оно как-то больше сердцем, чем головой принимается. Которая в результате выведет вас из этого темного туннеля, крайне похожая на определенную часть организма. Но здесь вот, к сожалению, да, к сожалению, вот этот финансовый период прям на букву Ж. И здесь вот, опять же, может быть поломка бытовой техники, могут быть аварийные ситуации на дороге. То есть если у вас есть машина, то будьте очень аккуратны, потому что риск аварии достаточно большой. Но здесь не столько по человеческим жертвам, хотя мы здоровье сейчас будем смотреть, и хотелось бы, чтобы там было хотя бы все хорошо. Но могут быть поломки, может быть аварийная ситуация, в результате которой придется тратить деньги на ремонт машины, например. Или там ребенок сломал ролики, принес, сказал, нет, мама, я такие не хочу, я хочу там какие-нибудь дорогие, там не за 30 долларов, я не знаю, есть ли по такой цене сейчас ролики. А хочу вот за 300 долларов, да, например. То есть вот здесь можете столкнуться тоже с таким нежданчиком. Также здесь вот риск травматизации, но на здоровье посмотрим, будет выходить или нет. В целом просто будьте аккуратнее. По здоровью нормальная карта ложится, единственное, у кого-то есть застолье в грядущий период, в один или два месяца, в который вы загадали. И вот этот грядущий период по застольям может принести проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Давайте посмотрим по здоровью. Ну в целом, ну вот так, какие-то могут быть семейные торжества, может быть, знаете, может быть вы увидите какие-то возрастные изменения, особенно мужчины могут увидеть какие-то изменения, которые связаны с половой сферой. Но они не трагические, то есть они просто из области всему свое время, трагедии никакой нет. Промежуточная оценка ситуации, стоматология и, знаете, начальное какое-то лечение без серьезной травматизации в данном плане. То есть здесь хотя бы хорошо то, что у нас аварии и поломки не перешли хотя бы в зону травматизации. Это уже неплохо. Может понадобиться какая-то поездка, у кого-то аппарат МРТ может сработать здесь. Но ничего страшного не предвидится. Для тех, кто хотел забеременеть или для тех, кто уже в положении, период, ну вот такой вот, знаете, когда нужно очень серьезно себя беречь, потому что есть определенные риски на эту тему. Личная жизнь, перспективы. Ну, знаете, вы можете быть достаточно деятельны. То есть у вас может сейчас деятельно как-то в голове складываться картинка, складываться какой-то пазл. Вы можете даже составлять какие-то планы взаимодействия с вашим партнером. Если партнера нет, то здесь вы можете начать перестраиваться ментально для того, чтобы суметь принять этого партнера. Но в ближайший месяц новых знакомств и вот тех отношений, которые могут привести к этому партнерству, пока что не ожидается. Но период, в принципе, уже запускается. И на ближайшие 4 месяца уже вероятность может быть встречи. Встречи именно для личной жизни. Для тех, кто в отношениях, для тех, кто в браке, брак будет сохраняться. Но может быть, знаете, какое-то вот такое состояние приевшееся называется. Ну да, в браке и что? Мужу 25 лет в браке и что дальше? То есть вот такой момент может быть. Если вы ждете предложения руки и сердца, то вы можете получить это предложение, только начав разговор самостоятельно на эту тему. Потому что, возможно, ваш партнер не слишком хорошо себе представляет, каким образом к вам подъехать, с какой стороны. И здесь есть еще нюанс. Человек может быть не совсем готов брать ответственность, если вы ждете предложения руки и сердца. В целом на период предостережения и совет для вас. Вообще карты рекомендуют больше спать. Если у вас возникнет вопрос общей анестезии или местной при каких-то вот жизненных ситуациях, лучше выбирать общую. Но это опять же слушайте врача, когда вы, если не дай бог, попадете в такую ситуацию. Но карты дают определенного рода советы. Карты советуют вам не затягивать с какой-то ситуацией. То есть если что-то давно хотели сделать, возьмите и сделайте. Потому что, если вот эти один-два месяца пройдут без определенных изменений в данном направлении, то дальше период может затянуться вплоть до полугода или даже в больший период. Но и здесь карты говорят о том, что верьте в чудеса. И иногда небольшой самообман нам освежает жизнь, а не мешает ей. Главное научить себя видеть в ярких красках многие события, но при этом не витать в облаках окончательно. И не забывать завершать те дела, которые вы уже начали. Опять у вас, видите, вот стабильно, все-таки стабильный период ложится. Мелкие какие-то неполадки, ощущения одиночества. У кого-то будут головные боли достаточно серьезные. То есть это не просто из области, ну поныла голова и поныла, а прям вот приступы мигрени могут быть. Такие моменты здесь открываются. Но опять же, в целом, карты сказали нам о всех сферах жизни, которые мы рассматривали. То, что выпало не очень хорошее, пусть, конечно, нивелируется из области, знаете, вот кто предупрежден, тот вооружен. Ну а то, что выпало хорошее, пусть сбывается, конечно. Для тех, кто выбрал данную позицию, она первая у нас была по порядку выкладки. Для себя тоже можете загадывать один, можете два месяца загадывать. Всех приветствую, кто эту позицию загадал. Давайте посмотрим сигнификатор данного периода для вас. Ой, красота-то какая! Смотрите, для тех, кто находится в любовном треугольнике, здесь может быть определенное потепление и достаточно удачная ситуация, когда у вас с вашим партнером, ну уж там один он или два партнера, будут в любом случае какие-то хорошие новости, хорошие эмоции и потепление, да, вот именно в отношениях. Но при этом карта говорит еще и о том, что если вы в отношениях не состоите, то может встретиться человек несвободный и предложить вам отношения. Если вы замужем или в отношениях состоите и не в любовном треугольнике, да, то вот здесь ваш партнер может вильнуть хвостом в ближайшие один-два месяца, поэтому держите руку на пульсе. Ну, такой сигнификатор. Кто-то встанет перед выбором из огня до в полымя, как говорится. Финансовую часть давайте посмотрим. Смотрите, по финансовой части. Вам, ваш близкий человек, если от вас зависит или от него зависит ваше финансовое благополучие, может очень много наобещать, может договориться с вами о чем-то. Там, допустим, да, в конце месяца, Маша, едем тебе машину выбирать. Но в конечном итоге начнет как будто бы соскакивать, увиливать вот этой темы, уходить, ходить около, кругами как-то, вот, да. И вы не добьетесь конкретики. То есть здесь можете столкнуться с обманом, который касается финансовой сферы. Если вам кто-то должен, то вряд ли отдаст. Хотя прятаться изначально не будет. Ближайшие где-то неделю-полторы. То есть можно будет вести диалог, и человек вроде бы будет позитивно настроен и будет что-то обещать. В конечном итоге быстренько придумает какую-то причину или себе какой-нибудь отъезд для того, чтобы прекратить с вами разговаривать на эту тему. Но в целом карты говорят о том, что финансовое состояние ваше нельзя будет назвать плохим. То есть ухудшение не предвидится. То есть вы можете не получить то, что ожидали, сверх нормы, но то, что у вас в планах стоит, да, в бухгалтерских ваших, это все у вас будет. Может быть какая-то поездка, на которую вы надеетесь, но вот там как раз-таки берегите свои деньги и берегите свое имущество, потому что могут спионерить. В целом придется немножечко поприжаться для того, чтобы что-то приобрести в дом, для того, чтобы что-то для хозяйства и для себя любимое. То есть здесь может стать выбор, либо вы для себя покупаете там какое-то красивое платье или туфли, да, или шубку, или вы тратите на дом. То есть вот здесь вот будет выбор, и то, и другое можете не потянуть. Поэтому придется выбирать, поэтому думайте уже сейчас, к чему вы склоняетесь в данном направлении. Здоровье. По-женски могут быть проблемы. Для мужчин проблемы могут быть с алкоголем, могут быть проблемы с давлением. Но в целом здесь вообще ложится карта, которая говорит о том, что если у вас есть зависимости, то они будут в этот период времени усугубляться. Облегчения вот в этом направлении здесь не будет. При достережении карты говорят о том, что если вы бросали уже курить, то продолжайте, да, свое доброе дело. И не надо срываться там на одну сигаретку для того, чтобы позже вляпаться по самой неболусе опять в эту вредную привычку. И карты здесь советуют вам просить помощи. То есть не скрывать, может быть, у окружающих вас людей. Например, если на вас нападает жор и вашей вредной привычкой является чрезмерное потребление пищи, например, да, то здесь вы должны сказать об этой проблеме тем людям, которые обычно вас и подбивают на подобные мероприятия, для того, чтобы они понимали вашу позицию, что вы не просто не хотите общаться, поэтому в пиццерию не пойдете, а чтобы вас поддержали, сказали, ну да, ты сможешь, молодец, давай там вес скинем там и прочее. Или для того, чтобы не подливали вам или не давали вам сигарету, да, когда вы сидите за столом или когда вы общаетесь где-то, стоите, разговариваете. Просто для того, чтобы люди, которые поймут ваше чаяние на сегодняшний момент, вас поддержали. Поэтому не бойтесь просить именно какой-то поддержки. Для тех, кто собирается посещать медицинские учреждения, сдача анализов, УЗИ, для девушек, у которых беременность, но которые не решили еще оставлять или нет, у большинства будет все-таки принятие решения не в пользу данного мероприятия. Если вы находитесь в детородном возрасте и не планируете беременность, то знайте, что может быть не запланированная. Поэтому будьте осторожнее в данном направлении, для того, чтобы потом не пришлось решать вопрос радикально. Вот эти моменты здесь тоже есть. А так, в целом, это вредные привычки от табакокурения до пережора и так далее. Вот все это здесь ложится. Давайте посмотрим личную жизнь. Любовь Асясяй. Может быть какой-то прогресс. Кстати, дамы, вот те, кто смотрят дамы, а не мужчины. Если вы собираетесь куда-то ехать, то очень внезапно вы можете в дороге как раз-таки познакомиться с человеком. Или на дороге. То есть может быть вплоть до того, что какая-то авария. И вы либо стали свидетелями, либо столкнулись машинами. Либо кому-то перекрыли въезд на парковке. Вы можете познакомиться с мужчиной. Мужчина старше 40 лет. Высокий, статный, симпатичный. То есть в принципе типаж, который вам нравится. Вот такой мужчина может быть. И здесь как раз карты говорят о том, что не давайте ему с самого же первого дня над вами давлить. То есть смотреть на вас сверху вниз. Потому что склонен к такой вот гордости. Если вы замужем, то могут быть достаточно резкие изменения в отношениях. И какой-то спор по поводу того, кто главный. Вот выяснение. Можете мериться определенными органами. Если вы свободны, то как я уже сказала, это может быть встреча. Причем такая внезапная. И не при слишком приятных обстоятельствах. Но в целом карты говорят о том, что не бойтесь осекать человека сразу, если вам что-то конкретно не нравится. То есть даже если в любовном треугольнике вы пребываете, и человек ведет себя некрасиво, не так, как вы этого желаете, то не бойтесь свое мнение высказывать. Вообще месяц расходов. Причем человек из прошлого может потребовать расходов. Ваш бывший супруг, супруга или нынешний супруг, но по поводу тех дел, которые вы уже обговаривали. То есть не из сегодняшнего дня. У кого-то, кто свободен на оформление документов, могут пойти деньги. Давайте в общем посмотрим предостережение и совет. Ну вот смотрите, здесь карты говорят о том, что не надо оставлять все как есть. Потому что все как есть вы уже оставляли. И не надо заигрываться в это мероприятие, потому что если вы будете ждать, то ждать вы будете еще долго потом. То есть вы можете затянуть ожидание и отсутствие смены обстановки и ситуации в вашей жизни вплоть до 7-8 месяцев. В ближайших, если вы не будете действовать сейчас. Поэтому карты рекомендуют вам принимать решение уже на сегодняшний день. И можно воспользоваться советом подруги в данном случае. Подруга знака воздуха или воды. Может быть знакомая женщина. Это может быть соседка, которая просто скажет, возможно, даже не вам адресованную фразу, но которая вам будет полезна. Поэтому прислушайтесь к такой даме, знаете, немножечко капризной, такой вот очень женственной. У нее могут виться волосы. Или она их завивает, или просто кудряшки. Поэтому послушайте эту мадаму. Она может вам сказать кое-что интересное, даже если она будет обращаться в данный момент, когда это будет говорить не совсем к вам. А вам это на устно мотать будет очень даже не во вред. Следующий момент, который хочется осветить, поскольку расклады мы уже закончили. Получилось три расклада. Я всегда говорю о том, что если даже что-то не очень хорошее выпадает, то не надо отчаиваться, не надо расстраиваться. Потому что тот, кто предупрежден, тот вооружен. Обычно имеет гораздо больше шансов выйти из трудных ситуаций без каких-либо убытков для себя. Для тех, кто хочет оставить свою идею для общего расклада в прикрепленном комментарии под пунктом 2 будет ссылка на специальное видео, под которым вы можете оставлять идеи для общих раскладов. Сейчас немножко снизилась, скажем так, активность зрителей. Ну, может быть, конечно, у кого-то какие-то дела. Тем более, что сейчас сезон гриппов и простуд и так далее. Но в любом случае, когда вы оставляете идею, сперва посмотрите последние 30-40 тем на канале, и чтобы не повторяли мы постоянно одну и ту же тему, которая будет изо дня в день, из недели в неделю постоянно дублироваться. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад на интересующую его тему, это могут быть и рассмотрения любовных треугольников, отношения, отношения с мужем, с женой, с любовником, просто с мужчиной, перспективы встречи, диагностики магического негатива с последующей, потом уже коррекции и чистками и так далее. Вы можете писать мне в личку. Но сперва, прежде чем писать, посмотрите видео, ссылка на которое дается в пункте 3. Потому что тот, кто не смотрит, он все равно потом это видео смотрит, потому что задает ровно те вопросы, ответы на которые были даны уже в этом ролике. Действует правило трех сообщений. То есть если вы мне написали, и я вам три раза ответила на ваши вопросы, и вы получили условия работы дальнейшей, то потом мы можем продолжать общение только в рамках заказа расклада и не более того. Потому что просто зона общения, приятного какого-то, когда есть свободное время у всех и так далее, это комментарии под любым видео, общим на канале, не индивидуальными, а именно общими раскладами. Ну и конечно я всем хочу пожелать хорошего дня, благополучия, удачи, до встречи, до свидания.